В 2019 год Анатолий Грудистов приехал к ночному клубу рока, чтобы защитить девушку своего друга. В ходе конфликта Грудистов достал травматический пистолет. Прозвучал выстрел. Пуля попала в глаз гражданину Азербайджана Фазилю Балаеву. Мужчина скончался в машине скорой помощи. С места ЧП стрелок скрылся, но спустя несколько дней сам сдался следствию. Написал явку с повиной. Настаивал, что не собирался стрелять. Его толкнули, и он случайно нажал на курок. В 2020 году суд по вердикту присяжных приговорил 35-летнего Грудистова к ограничению свободы на полтора года и освободил от наказания, зачтя почти год, проведенный в СИЗО. Тогда мужчину судили за причинение смерти по неосторожности. Через пару месяцев суд отменил этот приговор. В 2021 году второй суд присяжных признал Грудистова виновным в умышленном убийстве и вынес новый вердикт – 8 лет колонии строгого режима. Мужчина также должен выплатить 2 миллиона отцу погибшего Балаева. Позднее срок снизили до 7 лет. Однако это решение не устроило ни одной из сторон. Отец погибшего, признанный потерпевшим, хотел ужесточения наказания. Грудистов настаивал на том, что убийство было непредумышленным. Однако в июле 2022 года Верховный суд отказал рассмотрение жалоб обеим сторонам. И вот спустя почти два года в соцсетях появилось видеообращение Алены Грудистовой. Своё послание она адресует соотечественникам, президенту России, генеральному прокурору Краснову, председателю Следственного комитета Бастрыкину. Меня зовут Алена Грудистова. Я мама двух несовершеннолетних детей. Оказалась в безысходной ситуации. Мой муж Анатолий Грудистов стал заложником правовой системы. И, возможно, коррупции со стороны должностных лиц. Моих детей лишили отца, меня супруга. Мы простая русская семья, которая столкнулась с дискриминацией в собственной стране. Алена возмущена несправедливым, по её мнению, решением суда по делу мужа. Подчёркивает, Анатолий заступился за знакомого, при себе имел легальное оружие, а вот убитый Балаев, напротив, находился в стране нелегально, вёл себя вызывающе. Не будь этих факторов, трагедия можно было бы избежать, уверена женщина. Таких примеров, на самом деле, можно привести массу. В Москве на замечание молодого парня Кирилла Ковалёва, мигрант отреагировал неадекватно, и по итогу, среди бела дня, Кирилла убили. Также можно вспомнить дело Александра Краснова из нашей Ивановской области, из города Кохма, где толпа таджиков напала на его дом с оружием в руках. Умысла у мужа не было, настаивает Алёна, и ссылается на адвоката Анатолия Грудистова Олега Бибика, который неоднократно указывал на нарушение закона при выборе присяжных. Справедливо ли это? Это таким образом поддерживаются семейные ценности и рождаемость в России коренного населения. За комментарий мы обратились лично к Алёне. Почему девушка сейчас записала это видеообращение? Что хочет им добиться? Ответ – поддержки. С момента, когда произошла роковая случайность, семья не может опустить руки. Алёна говорит, что прошла все судебные инстанции, но на этом останавливаться не хочет. Надеется добиться справедливого решения. Алина Марычева, телекомпания «Барс». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...